МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире программа «Гость в студии». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Ильшат Булатов, руководитель театрального движения «Ананас». Ильшат, я тебя приветствую в студии. Добрый вечер, здравствуй. Повод для нашей встречи – это премьера спектакля, которая состоится уже совсем скоро, «Подложить свинью». Об этом поговорим еще. Сначала телезрителям скажу, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему диалогу. Ну вот, заинтересовало меня название театральной студии «Ананас». Почему именно «Ананас»? Почему именно «Ананас»? Ну, хочу сказать, мы как-то пришли к этому названию. То есть, действительно, мы когда открылись 3 года назад, изначально мы назывались «Театральное движение анонимных энтузиастов». Прошел один спектакль, прошел другой спектакль. Вроде как анонимность некая спала, энтузиазм остался, но слишком длинное название. И вот такая уже игра слов пошла «Анонимные», «Ананас». Причем «Ананас» — это не в одно слово, а «А-НА-НА-С». То есть, а дальше уже ставим многоточие, и каждый додумывает, что хочет. Например, в одной из интерпретаций «Ананас» ходят самые лучшие зрители. «Ананас». 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 Но театр у вас самодеятельный. Самодеятельный, да, конечно. Это статус говорит о чем? Что нет у вас в штате актеров? Да, в штате актеров нету, да. Так же даже, как и нет режиссеров, по большому счету. А есть руководитель кружка, так это называется, в должностной, как это называется, сетке. Да, есть руководитель кружка и есть самодеятельные актеры, собственно говоря, которые в свое свободное время посещают наш кружок, нашу студию, наше движение. Назовите вы что-то, как хотите, да. Ну, до этого были ведь спектакли. Люди собираются, организовываются, и что самое немаловажное, наверное, для них, и зрители приходят, причем аншлаг у вас всегда. Ну, аншлаг всегда, да. Тут не совсем так, конечно, но, скажем, я бы немножко поясню. Действительно, это уже, если говорить о подложить свинью, это не первый спектакль, а это уже за три года четвертый полноценный спектакль, который, скажем, состоит из двух действий. Да, до этого было три спектакля. Первая была комедия «Мамуля», вторая была такая более высокая комедия «Еводо-Жуанский список», и дальше уже была такая у нас авангардная экспериментальная вещь, притча в стиле рок-525. Да, и вот, собственно говоря, да, зритель был, и, честно говоря, на самом деле, когда начинает строиться новый коллектив, когда он первый раз выходит на сцену, а в каждом, получается, в каждом спектакле у нас дебютанты так происходит, я, наоборот, даже как-то боялся больших залов, полных залов, и действительно делал так, чтобы зал был наполнен, скажем, на две трети, на три четверти, но не полный. В принципе, да, зритель уже как бы свой есть, который знает, который слышит «Ананас», значит, надо идти. Но ожидаем все-таки в этот раз перед днем юмора, ведь это будет. И сразу после дня театра. Я бы на этом сакцентировал. 27 марта, да, отмечается Международный день театра, и, соответственно, 30 марта будет, вот, 31 марта, да, будет наш спектакль показан. 1 апреля КВН. Хорошо, 1 апреля КВН. Да, но в чем вообще вся соль спектакля «Подложить свинью»? Почему именно на этом остановили свой выбор? А почему остановили, да, скажу, на самом деле очень трудно найти хорошую пьесу, которая бы, во-первых, была интересна зрителю, а во-вторых, подходила бы под тот актерский состав, который есть в наличии, допустим, у тебя в коллективе. Да, пьесу, действительно, каждый раз пьесы ищутся долго, муторно, я читаю много, актеры читают много, и так получилось интересно, что в прошлом году мы вместе нашли одну пьесу, она называлась «Диван четыре стула», драматурга Дениса Смирнова. Мы ее все прочитали, говорили, вот эта вещь классная, ну, правда, смешная, очень все так остро, интересно, зрелищно, и мы решили, думаю, будем ее ставить, но так получилось, подгоняли, подгоняли под нее актерский состав, но не получилось, беда всегда во всех соводительных коллективах, мужчин не хватает, а там в основном были мужчины и одна всего лишь женская роль, а он как бы это. И читали дальше, читали дальше, и вдруг наткнулись на эту пьесу «Подложить свинью». А уже потом только я сообразил, что это один и тот же автор, Денис Смирнов. Что интересно, мне просто это тоже нас всех пьес зацепило, а потом, я говорю, слушай, там же та же пьеса была, тот же автор. Стали читать все остальные его пьесы, но решили вот именно поставить, подложить свинью, вот именно сейчас весной, когда солнышко появилось, да, мы вместе пережили такую кумертаусскую зиму, сейчас переживаем кумертаусскую весну, и вот именно хотелось, чтобы было больше юмора, много юмора, любви, красок, какой-то феерии. У нас вот именно мы говорим о том, что все костюмы, у нас не будет в костюмах черного, у нас не будет белого, у нас будет все цветное, красивое, шикарное. У нас действие происходит в Париже, во Франции, в доме известного писателя, богатого писателя Жанна Оленбера, поэтому все должно быть вот именно люксово, красиво. Ну и такая, я бы сказал, все-таки весенняя комедия, и причем комедия, она отличается от того, что мы раньше ставили. Если, допустим, такая мамуля, она более наша такая, родная, да, российская комедия, и его донжеланский список, и такая более высокая, интеллигентная комедия. А это вот комедия, я не знаю, мне кажется, она должна понравиться всем, начиная с 16 лет, скажем так. Да, но весна дает о себе знать, да, категория 16 плюс. 16 плюс, да, категория, действительно, действие происходит, как я уже сказал, во Франции. Красивые люди, красивые девушки, красивые диалоги, красивые мизансцены, и поэтому, да, мы немножко возраст ограничиваем. И если немножко, да, сказать о самой, о фабуле спектакля, все раскрывать не буду. В действии происходит в Париже известный писатель Жан Аленберр, уже человек в возрасте, и его супруга, директор модельного агентства, тоже не последний человек в Париже, живут, не имеют детей, каждый занимается своим бизнесом, и вот эта уже преклонная женщина, ну, мы ее так называем преклонной, для них там 60 с лишним, может быть, это не считается, полюбила более молодого и решила развестись со своим мужем. Это такая чисто французская тема, французском стиле, французской комедии, то, что я называю, хотя автор наш, да, российский, но он специально перенес действие туда, в Париж, я так думаю. И вот, собственно говоря, жена решает развестись со своим мужем, но есть такое понятие у них, как брачный контракт, по которому, если они разведутся, то все нажитое придется делить пополам, а вот если один улечит другого в измене, то тогда второй останется ни с чем. И, собственно говоря, она его никак не может поймать, а он, ну, писатель, музыка к нему приходит в загородный дом его, да, но она ее никак не может поймать и решает сама взять все в свои руки и отправляет к нему трех молоденьких фотомоделей, ну, чтобы потом уже все это дело сфотографировать, устроить скандал, собственно говоря. А вот уж что дальше получится, тут, как всегда, в дело вмешиваются случаи, и, собственно говоря, во что это выльется, как раз... Нужно смотреть, нужно смотреть. Нужно смотреть, да, потому что там перепитие разные происходит, и название «подложить свинью» на французские манеры, которые, извините, я просто как читаю, да, «позер и на лапин», то есть заделать кролика, это у них по французски, на французский манер, по нашему подложить свинью. Перед тем, как кому-то хочешь подложить свинью, подумай, не подложит ли ее тебе, ну, поучительно в этом плане такое, скажем... Ну, скромно про аншлаг, Ильшат, ты сказал, что не всегда бывает аншлаг, но знаю, что на вот этот спектакль, который будет 30 марта, билетов практически нет. Удивительно, удивительно, Амир, да, действительно, мы буквально вот в этот понедельник началась продажа билетов, и на сегодняшний день я уже осознаю, что, в принципе, билетов может не хватить. Те билеты, вот именно первые, там, сколько, 9-10 рядов, они уже практически проданы, остались, то, что называется, там. Поэтому, конечно же, кроме того, я еще хотел предупредить, кто действительно собирается пойти на наш спектакль, лучше уже сейчас позаботиться о том, чтобы взять вот эти оставшиеся билеты, либо у нас идет повтор спектакля 7 апреля, в 19 часов и будет его показ, тогда уже нацеливайтесь туда, потому что вот пока ситуация такая, 10 дней до премьеры, вот билеты идут, идут хорошо, я бы сказал, да. За билетами куда обращаться? Да, в Дом культуры рассвет можно, да, и по телефону 41052 можно узнать, уточнить наличие билетов, да, там же можно взять билеты, либо вот кто может быть знаком с актерами нашего, нашей театральной студии, либо со мной, то, собственно говоря, обращайтесь. Пока еще сколько-то билетов можно сделать. Да. Ну, вот не только ты удивляешься тому факту, что билетов практически нет, да, вот у нас и стул тоже удивился, и я сейчас вот начинаю проверять, а мой стул цел ли? Вот, Лишат, спасибо тебе большое, что это случилось именно вот, ну, наверное, сегодня, да? Да, 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 потому что здесь, да, бывает, я понимаю, более... Лишат, ну, наверняка ведь после каждого такого спектакля, где обычные люди принимают участие, выступают в роли актеров, наверняка ведь и зрители потом подходят, спрашивают, как можно, может быть, в следующий раз тоже попасть на сцену. Да, действительно, и подходят, и спрашивают, и приходят, и пробуют. Я просто всегда говорю о том, что у нас нет никакого кастинга, всегда двери наши открыты, приходите на занятия к нам в студию, в Дом культуры Рассвета, где-то в коридорах вы нас всегда найдете, да. Я говорю, кастинга нет, принимаем всех. Ну, единственное, да, пожелание, конечно, чтобы это все-таки уже были не школьники, то есть категория, скажем так, 18 лет, у нас вот сейчас возрастной состав, прям как раз от 18 до 60 лет, то есть именно такое все трудоспособное население, да. Скажем, с детьми работают более, у нас другие студии есть в Доме культуры Рассвета, которые с ними работают, поэтому можете нас найти. У нас, конечно, такая ситуация, мы этот буквально спектакль оставили в фойе, в коридорах и в каких-то других закололках Дом культуры Рассвета, когда есть свободное место, свободное время. Но уважительная причина. Уважительная причина, да. Во-первых, сейчас, после Нового года, начался ремонт Дуслыка, да, и все переехали коллективы к нам в Рассвет, ну и пока так. И поэтому, конечно, трудно бывает выдержать то, что мы, как это у нас происходит. Но вот те, кто выдерживает, слава богу, я говорю, четвертый раз, мы доходим до той точки, о которой ты сказал в начале, что да, действительно, все заканчивается спектаклем. Я думаю, самое главное, заканчиваются зрители, которые приходят. Да, сейчас вы самодеятельный театр, но есть возможность стать народным, верно? Ну, верно-то верно, да, я как бы не хотел это афишировать, действительно. Еще в прошлом году мы приняли участие в Республиканском фестивале народных коллективов, не являясь народным коллективом, и заняли там второе место. И по положению присвоения, вот это второе место позволяет нам вне очереди, так скажем, не дожидаясь там пяти лет, когда-то раз в пять лет защищать, вне очереди попробовать защитить звание народной. И поэтому к 31 марта, кроме всего прочего, для нас очень волнительный день еще и в том, что к нам приедет комиссия из города Уфы, в составе которой будут специалисты Республиканского центра народного творчества, режиссеры театров, актеры, кого они подберут. То есть мы еще будем сдавать экзамен на, вот именно, и возможно, вот, то есть по итогам этого спектакля, мы как бы очень надеемся, что уже на нас будут смотреть, о том, будут стоять вопросы о присвоении звания народной нашему коллективу. Да, конечно, для всех участников коллектива, для тех, кто с первых дней, это у нас всегда была эта мысль, стояла всегда первая, и, собственно говоря, к этому мы стремимся. Но помимо повышения статуса до народного, что еще предусматривает присвоение именно статуса народной театра? Ну, вообще, хочу сказать, Амир, что само даже присвоение статуса народной, это... Большое достижение. Большое достижение, и в том числе большое, скажем, будет событие для нашего города. Дело в том, что, вот насколько я знаю, насколько, может, ты помнишь, последний народный именно театральный коллектив был в нашем городе уже более 15 лет назад. 17 лет назад, по-моему, последний раз сняли звание народное тогда с Башкистского народного театра городского. После этого у нас не было еще именно таких театров. Кстати, именно и это позволило нам участвовать в фестивале народных коллективов. То есть, только поэтому нам позволили, потому что в Кумертау действительно нету не самодеятельных, взрослых, я имею в виду, коллективов, не тем более народных. Поэтому, конечно, я думаю, это будут события, то есть не только для нас, но и, в принципе, для всей культуры нашего города. Вот это так. Ну, если это все-таки случится, то... Мы будем народным театром города Кумертау или городским народным театром, в штате которого будет режиссер. Актеры будут в штате? Актеры... Вот они в штате не будут, нет, там есть только дополнительная единица помощника режиссера. Актеры, собственно говоря, ну, потом расскажу, как это происходит. Ну, сейчас действительно, да, актеры... Актеры потом смогут отмечать день театра. Актеры сейчас действительно в такой ситуации, что вот даже не только мы им не можем что-то платить, но они еще и сами вкладывают даже свои средства, те же костюмы на выступления, да, на прически, на все это. Это все, конечно, пока есть своих, но вот это и называется, я думаю, любовь к искусству, это называется энтузиазм, вот, ну, мы надеемся, что вот именно то, что зритель придет, подарит цветы, порукоплечит нашим актерам, это самая высокая на данный момент оценка. Но, смотрите, помимо того, что есть проблемы вот в том, что актеры, ну, как бы не имеют статуса такого, да, это просто люди, которые занимаются в кружке, если говорить проще. Есть проблема ведь наверняка еще и с тем, что авторский материал, любая пьеса — это авторский материал. — А, да, да, да. — Каким образом вот вы решаете все-таки? — Ну, пока хочу сказать, везет, да, действительно, сейчас, то есть, каждый, то есть, произведение мы ищем, естественно, в интернете, хочется найти, и, конечно, каждый защищен из них. — Интеллектуальным правом. — Интеллектуальным правом, да, авторским правом, и каждый раз, то есть, нужно договариваться с драматургами. Естественно, что драматурги просят всегда денежку за то, чтобы поставить их спектакль, но пока вот мне удается их убедить, и, слава богу, они идут навстречу, авторы, и дают нам разрешение на бесплатную постановку, на безвозмездную. Так было и с Валентином Красногоровым, с которым мы познакомились раньше, он дал нам. И сейчас с Денисом Смирновым тоже я списался с ним, переговорили на эту тему, я ему объяснил ситуацию, он сказал, ребята, ради бога, берите, ставьте, делайте, что хотите, потом пришлите мне фотки, чтобы я отметил, что в Кумертау тоже ставятся мои пьесы. Это вот, на самом деле, интересный случай, если у нас есть, коротко расскажу об авторе, Денис Смирнов, он на самом деле чиновник из города Кирова. Чиновник из города Кирова, но чиновник культуры, в департаменте культуры. И вот эту историю, на самом деле, как он говорит, он подсмотрел среди кировских чиновников. То есть та ситуация, которую мы покажем, она была действительно в Кировской облдуме или в администрации города Кирова. Ну, естественно, он перенес это дело в Париж. И вот этот чиновник стал писать пьесы. Сначала его тоже как-то не замечали, но теперь постепенно, я смотрю, уже ставили его и в Германии, и в Украине, и у нас в России уже по театрам разбирают, как бы он пошел в ход. Но пока он считается молодым драматургом. Ну, если все эти театры платят деньги, я думаю, кировский чиновник неплохо зарабатывает еще, помимо того, что он чиновник. Ну, да, да, я думаю, это все-таки у него больше удовольствия. Но, тем не менее, согласование всегда требуется. С автором, ну, мы идем на это, мы как бы соблюдаем права. Да, сколько стоит билет? Так, билет у нас стоит, получается, в первые ряды это 200 рублей, первые 10 рядов, и 150 рублей это то, что уже, скажем, последние ряды. И, в принципе, по большому счету, хочу сказать, зал Дома культуры рассвета, он не такой большой, как зал Душлака, или Дворца угольщиков, как теперь его называть, да? И поэтому, да, в принципе, слышимость и видимость для театра у нас достаточно хорошая. И если у человека хорошее зрение, в принципе, он из последних рядов может посмотреть так же хорошо, как, допустим, кто-то с первого ряда. Вот, собственно говоря, поэтому, да, я отметил, что вот на 31 марта вот именно вот эти уже 200-рублевые билеты, они уходят, остаются по 150, но еще раз я просто повторяю, что 31 марта в 20 часов, в 20 часов это как раз связано с тем, что к нам должна приехать комиссия, они приедут с одного просмотра, потом к нам уже ближе к вечеру, и уже 7 апреля в 19 часов у нас будет, собственно говоря, повтор этого спектакля. Да, детей с собой не брать, категория 16 плюс, взрослых детей брать можно, брать нужно с собой жен, мужей, ну, там. Главное, чтобы брачного контракта не было. Да, у нас это, да, не так это. Ильишат, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам в студию, рассказал о премьере. Вам большое, чтобы пригласили накануне Дня театра, да, у нас 27 марта День театра, поздравляю, коллега, поздравляю всех, кто имеет отношения, да, своих актеров также поздравляю. Да, извините за стул. Нарываю. Друзья, сегодня у нас в студии был Ильишат Булатов, руководитель театрального движения «Ананас». Это была программа «Гость студии». Спасибо, что были с нами, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова